Микеланджело Меризи 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 Караваджо позволило российской культуре по-настоящему открыть этого не до конца понятного, не до конца известного в России художника. Надо сказать, что Караваджо не случайно уже давно получил такой титул первого современного художника. Действительно, с Караваджо все развитие искусства, не только изобразительного искусства, но и разных видов искусства, начинает развиваться в каком-то принципиально новом совершенно русле. Это касается и литературы, это касается музыки. Надо сказать, что Караваджо был современником Монте-Верди. С Монте-Верди связано рождение оперы итальянской и европейской, соответственно. Но надо сказать, что вот эти характерные для Караваджо, то, что мы видим у него впервые, принципы построения композиции, принцип построения кадра, принцип освещения фигур, освещение, которое называли, современники называли, что у Караваджо подвальное освещение. Вот это контрастное освещение с такими резкими ударами света, темными провалами теней, которые очень активно лепят формы и подчеркивают жестикуляцию фигур. Это были абсолютно новые, современные совершенно такие решения. Настолько Караваджо современен, настолько, что далеко не все из того, что сделал Караваджо, поняли его ближайшие ученики, его последователи и так далее. Караваджо начал работать в конце XVI века, тогда, когда искусство Италии уже пережило свой величайший расцвет, а именно Высокое Возрождение, которое и дало таких гигантов, как Рафаэль, Деонардо, Микеланджело и Цициан. И это был такой очень сложный период в истории итальянского искусства, да и в истории Европы вообще, потому что мы не будем забывать, что XVI век – это период очень серьезных, жестоких, ожесточенных религиозных столкновений, войн, споров и так далее. Когда римско-католическая церковь противостоит северу Европы, противостоит реформации, пытаются оставить свои позиции, и это заставляет церковь и общество во многом консолидироваться. И к искусству это имеет самое прямое отношение, поскольку художники писали свои произведения в том числе или даже в первую очередь для церквей. Родился он на севере. Мы не знаем точно, где он родился, но Караваджо – это название небольшого города, расположенного недалеко от Милана. Не исключено, что он родился все-таки в Милане, потому что его отец, который был строителем и каменщиком, находился на службе у маркиза Караваджо. Долгое время не была известна дата его рождения. И буквально три десятилетия примерно назад эта дата была уточнена. Раньше считал, что он родился в 1573 году, теперь эта дата несколько отодвинута назад – 1571 год. К сожалению, это не единственная загадка, которая сопровождает творчество Караваджо. Загадок таких очень много. И Караваджо стал предметом очень серьезного внимания и изучения со стороны исследователей, а потом стал и предметом поклонения со стороны публики широкой только в 20 веке. Более того, это произошло после уже Второй мировой войны. Но чем дальше, тем труднее организовать выставку произведения Караваджо, потому что они все больше и больше вызывают интерес, все хотят такую выставку получить. Поэтому тот факт, что эта выставка состоялась в Москве и в такой знаменательный год итальянской культуры – это факт чрезвычайной важности. В возрасте 14 лет он был отдан в мастерскую известного миланского художника Симона Петерцяну, у которого он учился и работал в этой мастерской. Вначале учился, потом стал постепенно, превратился в помощника Петерцяну. На протяжении четырех лет он. Потом он покинул мастерскую, не без некоторых трений и конфликтов с учителем, и уехал в Рим. Мы не знаем, это еще одна загадка творчества Караваджо, мы не знаем, где он останавливался. Между Миланом и Римом очень большое расстояние, и много чего находится, в том числе, если мы говорим об искусстве, то там такие важнейшие центры художественной Италии, как Флоренция, Венеция и другие, Болония он мог быть и так далее. Но мы этого не знаем, где он делал остановки, делал ли остановки. Мы не знаем даже, когда он точно появляется в Риме, потому что принятая была дата, такая, 1592-1593 годы. Потом ее постепенно сместили к середине 90-х годов, к 95-му году. Но на сегодняшний день есть документ, который точно указывает на то, что в 97-м году Караваджо был в Риме. Возможно, он появился там раньше. Вот это такая некоторая неопределенность в датах ставит тоже перед исследователями ряд проблем, потому что то количество произведений, которые мы имеем, то есть как бы сокращается число лет, когда художник полноценно работал в Риме. И вот все, один и тот же известный нам круг произведений, его надо уже уложить в более короткие, скажем, сроки. Поначалу мы знаем из разного рода документов, что Караваджо не находит сразу себе места и перебивается случайными достаточно заработками, переходит из мастерской в мастерскую, из одной живописной мастерской в другую, пишет небольшие портреты, которые ему удается продавать, пишет, выполняет то, что можно реализовать и на что можно жить. Но потом, мы знаем это достоверно, он работает, оказывается, в мастерской очень крупного римского живописца, которого звали Джузеппе Чезари, но известен он более широко под прозвищем Кавалер Дарпино. В какой-то момент он заболевает и подает в суд Караваджо на Кавалера Дарпино за якобы плохое с ним обращение, потому что, находясь в этой мастерской, он вынужден был спать на голом каменном полу, и поэтому он заболел. Оказался в больнице при церкви Санта Мария де ла Консолациона, кстати, которая существует и до сих пор, она находится за Капитолийским холмом, и церковь, и больница существует и сейчас. И вот известен этот судебный процесс, известны материалы этого судебного процесса, так как будто это было вчера, совсем недавно. Но по выходе из этой больницы, когда уже здоровье его стало поправляться, Караваджо написал свою первую картину, которая нам известна. Это картина «Больной вак», которая находится в галерее Бургезе. Написал, как об этом говорят его современники, Караваджо в этой картине, изобразил себя самого, глядя на себя в зеркало. И вот это очень важный момент, потому что такого рода живопись не была распространена, не была в ходу в Риме, не было принято. Итальянские художники всегда очень много работали с натурой, всегда рисовали с натурой, изучали натуру очень досконально. Но на уровне работы с картиной они шли уже по линии обобщения, поиска обобщенного образа. Тогда как Караваджо впервые в свои законченные живописные произведения привносят вот этот вот совершенно явный, подчеркнутый даже им аромат живого контакта с человеком, с натурой. Караваджо написал еще целый ряд картин такого же рода. К этой группе, вот этих первых известных нам произведений, относятся мальчик с корзиной фруктов, которые находятся в той же галерее Боргезе, юноша, который держит перед собой корзину фруктов, яркую, красочную, привлекающую своей красотой и спелостью вот этих даров природы. Образ более и более идеализированный, но не исключено, что и там в основе художник, я в частности мог изобразить своего друга по мастерской, такого художника Минити. Караваджо пишет отличающуюся по решению от этих двух произведений картина «Мальчик, укушенный ящерицей». Это принятое название, хотя известно, что ящерицы не кусаются, тем не менее это название уже вошло в историю искусства. Идея как бы та же. Юноша, край стола, разные предметы, расположенные на этом столе, и ящерица, которая неожиданно как бы кусает этого мальчика за палец. И вот эта ситуация как бы взрывает вот это спокойствие, которое царило в картинах предыдущих, в том числе «Мальчик с корзиной фруктов». И вносит в нее в произведение такой очень сильный, динамичный акцент движения и драматургии. Новый поиск новой драматургии. Говоря вот об этой серии картин с изображением юношей, сопровождаемых всегда какими-то натюрмортными мотивами, будь то фрукты, цветы, вазы с водой и так далее, надо сказать, что они были созданы уже в тот период, когда позиции Караваджо стали более прочными в Риме. То есть они относятся вот к этим последним годам, 90-м, последним годам 16-го века, когда у Караваджо появляются уже высокие покровители. В первую очередь они принадлежат всех аристократическим семьям Рима. Это и Матте, и Кулонна. Надо сказать, что ему удалось, конечно, наладить контакты, связи с этими семьями во многом благодаря покровительству маркизов Караваджо, то есть тесным связям с семьей, которая находилась, владела его родным городом, маркизами Караваджо. Но самыми такими влиятельными, что ли, его покровителями, были в первую очередь кардинал Дель Монте и маркиз Винчанцо Бюстиняне, принадлежавший к очень старой, очень известной римской семье. И благодаря Караваджо жил даже в доме кардинала Дель Монте и в том числе и у маркиза Дюстиняне. Караваджо пользовался покровительством их, поэтому бывали такие случаи, когда его арестовывали на улице Рима, потому что он носил шпагу, которая запрещена было без разрешения наношения оружия носить. И тем не менее, он всегда говорил, что он человек кардинала Дель Монте. И это его во многих ситуациях спасало. Естественно, ему приходилось отсидеть какое-то количество дней в тюрьме, объяснения были и так далее, поскольку законы были достаточно строгими. И вот все картины, которые мы сейчас увидели и которые мы увидим в ближайшее время, это, в общем, картины, созданные в основном для этих двух заказчиков и для других тоже семей Рима. Продолжая вот эту серию композиций, надо обязательно отметить замечательную картину «Вак», которая находится в галерею Фиццы. Кстати, я сделаю небольшую оговорку. позже создастся впечатление, что эти картины всегда были известны как работы Караваджо, что этот факт был известен в 18 веке, в 19 веке. Нет, в 20 веке очень много пришлось открывать заново. И в том числе «Вак», который находится в галерее Уфиццы, эта картина была найдена в начале 20-х годов в подвалах галереи Уфиццы как работа неизвестного художника. И тот исследователь, который ее нашел, он не осмелился сразу произвести имя Караваджо. Но он его произнес. Он сказал, «Караваджо, возможно, может быть, это все-таки Караваджо». Но эту мысль подхватил другой исследователь и вскоре в 20-е же годы опубликовал уже как работу Караваджо. Теперь это один из признанных шедевров мастера. Дело в том, что Караваджо не подписывал своих произведений, как и большинство итальянских художников. Это было в порядке вещей, это была обычная традиция. Поэтому, что касается станковых произведений, произведений, написанных для частных заказчиков, то очень часто это требует изучения какого-то доказательства, что это сделал действительно Караваджо, а не какой-то другой мастер. Но практически почти все работы вот этой группы названы, они так или иначе упоминаются в биографии художника. Причем иногда эти упоминания сопровождаются достаточно пространными описаниями, в какой ситуации, что и почему это было, картина была написана художником. Как в случае с больным Ваком, как мы уже сказали, мы знаем, что это был его автопортрет, написанный вскоре после того, как он вышел из больницы. Мы видим в этих картинах все время меняется как бы драматургия, меняется характер образа, но основной мотив остается тот же. Это фигура человека и натюрмортные мотивы. Караваджо постоянно расширяет, постоянно усложняет эту задачу, постоянно ищет новые решения. И вот такое новое решение, которое раньше мы не видели, мы встречаем в картине «Лютнист», которая находится в собрании государственного Эрмитажа. это уже картина с более обширным таким репертуаром предметным, потому что мы видим стол, на котором лежат раскрытые ноты, в руках у юноши лютня, музыкальный инструмент, он играет, по его приоткрытому рту можно понять, что он напевает что-то. Более того, эта мелодия читается, которая написана в нотах, это все было расшифровано, раскрыто. Здесь и другие предметы, фрукты, ваза с цветами, скрипка, лежащая на столе. Что это такое? Почему мы видим вот такой набор предметов практически в каждой из упомянутых картин? Где-то их больше, где-то они сокращены до минимума, по-разному, но примерный набор предметов повторяется в разных картинах. Дело в том, что все эти предметы так или иначе имеют отношение к теме, очень широко распространенной в европейском искусстве того времени. Это тема бренности жизни. Ванитас, суеты, сует. Все проходит, все бренно, и цветы, и музыка. Цветы быстровянут, они прекрасны, они радуют наш глаз, но они быстро теряют красоту и умирают. Музыка, мы слышим ее прекрасные звуки, но заканчивается мелодия и не остается ничего, только наши воспоминания. То же самое относится и к другим предметам, и к фруктам, которые очень быстро подвержены быстрому, быстрей порче, гниению и так далее. Вот этот круг тем характерен для произведений Караваджо этого времени. Разные исследователи по-разному это интерпретируют. Есть такие исследователи, которые твердо стоят на той позиции, что Караваджо никакого подобного смысла в картины не вкладывал, что его произведение этого времени это непосредственный прямой диалог с реальностью, с натурой, с человеком и предметами, которые расположены перед ним. Думаю, что с этим трудно согласиться. Можно согласиться с тем, что сам Караваджо не очень обременял свои картины подобными сложными смысловыми нагрузками. Но для его современников это были вещи, которые они знали, которые составляли каждодневную ткань их жизни. Когда они слышали музыку, когда они видели цветы в картинах, этот смысловой ряд для них обязательно оживал. Мы видим эти темы и в литературе, и в поэзии современника Караваджо Кавалера Марину. Абсолютно живопись, изобразительное искусство перекликаются с тем, что мы можем видеть в произведениях рожденных в это же время в других искусствах. Караваджо, несмотря на то, что ему покровительствуют люди очень высокого ранга, Казал Дель Монте был очень близок папским кругам, естественно, и это открывает перед Караваджо большие возможности, но тем не менее ему не удается получить такой серьезный официальный заказ написать картину для церкви. И вот это вот эти последние годы он сосредотачивает свое внимание на вот этих так называемых жанровых картинах, о которых мы говорили. Но жанровая тематика постепенно расширяется и от изображения одной фигуры в сопровождении Натюрморта, музыкантов, он переходит к более жанровой ситуации в принципе. И пишет два варианта известной картины «Гадалка», о которой тоже многие современники писали. Писали в таком ключе, что Караваджо не признавал авторитеты, не смотрел на классиков, а говорил, что сама жизнь учит художника и сама жизнь дает темы и мотивы для изображения в искусстве. И как бы в подтверждение своих слов пишет один из его биографов, он вышел на улицу, взял за руку цыганку, которая проходила мимо, привел ее к себе в мастерскую и вот изобразил ее, как она гадает юноши. Картина, повторяю, существует в двух вариантах. Один наиболее известный вариант находится в Лувре, а другой они не повторяют. Один другой они очень близки, но все-таки разные. Другой находится в капиталистских музеях в Риме. О чем это говорит? Мы видим целый ряд картин в это время Караваджо написанных в двух вариантах, потому что он, допустим, писал одну картину для кардинала Дель Монте, а второй его покровитель или еще Маттеи или Венчатсо Русиняне тоже хотел иметь сходную картину. Дело в том, что мы говорим о периоде, когда в Италии в особенности, в других странах меньше, но в Италии наблюдается просто бум мода на коллекционирование. Собирают очень многие собирают произведения искусства разного. Конечно, античная древность, безусловно, в Риме это всегда были памятники, к которым мы относились с огромным интересом и уважением и пиететом. Это, помимо всего, была великая история. Но и, конечно, живопись. Караваджо попадает в этот круг людей, понимающих искусство, очень просвещенных, необычайно просвещенных и утонченных эстетически понимающих смысл и качества искусства. И, таким образом, Караваджо обеспечен заказами. И он работает в этот период достаточно интенсивно. Мы говорим о религиозных картинах для церквей, это одна история, и для частного заказчика тоже писались такие картины, которые тоже занимали свое место в галереях. Вот одним из примеров такого рода является картина, которая находится в Лондонской национальной галерее «Христос в Эммаусе». Это история о том, как ученики Христа уже после распятия, после воскресения в Эммаусе встречают учителя, он является им, и когда он преломляет хлеб во время ужина, они его узнают. В этой картине художник не делал попытку проникновения, скажем, психологическое состояние персонажей, он идет по другому пути, удивление учеников, которые неожиданно видят перед собой учителя. В этой картине мы видим вот такую сцену, несколько человек сидят за столом, надо сказать, потом эта картина стала таким образцом, примером для подражания для последователей Караваджо, когда они уже жанровые темы примерно организовывали в таком композиционном варианте. А стол весь заполнен разными предметами, там и курица в центре стола, и какая-то посуда, и роскошная корзина фруктов. Караваджо по всей видимости все-таки не писал натюрморты или писал их крайне редко. На сегодняшний день мы знаем только один натюрморт, одну натюрмортную композицию Караваджо. Это знаменитая корзина фруктов, которая находится в галерее Амбразиано в Милане. Эта корзина фруктов была написана для кардинала Дель Монте, который подарил ее, послал ее в подарок кардиналу Милана Федерико Берромео. Это такой шедевр Караваджо созданный в жанре натюрморта, с которого собственно начинается самостоятельная история вот этого жанра натюрморта в 17 веке получившего очень широкое распространение в разных странах. Еще одна замечательная и стоящая особняком картина это она изображает отдых на пути в Египет. Это удивительная картина по поэзической тонкости образа, по проникновенности образа и по такой абсолютно нетрадиционному решению этого распространенного евангельского сюжета, когда изображается святое семейство на отдыхе Иосиф держит ноты а в этот момент им прислуживал ангел и ангел услаждает слух святого семейства музыкой небесной музыкой. Этот ангел он сам как посланец неба поразительно хорош и красив и а Дева Мария держащая на руках младенца заснувшая от усталости и Иосиф который держит ноты они кажутся такими простолюдинами их образы не приукрашены совершенно и это подчеркивает их жизненность их достоверность для церкви Сан-Луиджо де Франчези ему было заказано две композиции для капеллы Конторелли это фамилия владельца капеллы звали его Маттео Конторелли он заказал картины с посвященной эпизодам из истории евангелиста Матфея Карамаджо получает вначале заказ на две композиции это мученичество святого Матфея и призвание святого Матфея вот в той последовательности в какой я назвала в картине мученичество святого Матфея многофигурная сложная большая композиция художник должен был впервые решать достаточно сложные задачи поскольку в первый раз имел дело с большим холстом для композиции которая находилась в церкви то есть в определенном интерьере должна была быть видна с определенной точки зрения следует композиция должна была учитывать все эти вещи он искал эту композицию и при помощи рентгена мы можем видеть с чего Карамаджо начал там были мотивы архитектуры по другому располагались персонажи по другому решались их позы потом Карамаджо убрал все это и сосредоточил свое внимание на главном собственно мученической смерти Матфея на паперце церкви и реакция окружающих фигур на вот это жестокое убийство после этой картины которая была им закончена в 1600 году он перешел к следующей картине очень знаменитой одно из самых знаменитых его произведений это призвание апостола Матфея эти картины расположены напротив друг друга в капелле изображен эпизод когда апостол Матфей сидит за столом со своими друзьями и занимается тем что считают деньги они потому что Матфей до призвания до того как он стал апостолом он был мытарем сборщиком податей и вот как раз в этот момент когда вся эта компания занята вот этим делом и погружены в это занятие в отчет и денег в этот момент в это помещение в эту комнату в которой они расположены который напоминает какое-то подвальное сумрачное такое помещение входит Христос в сопровождении апостола Петра и протянув вперед руку указывающим жестом обращается к Матфею призывая его слова Христа слышат только Матфей к которому они обращены поэтому реакция персонажей разная и каждый из них по-своему реагирует на приход незнакомца которого они естественно не узнают Караваджо в отличие от своих предшественников художников высокого возрождения он не стремился приукрасить сцену в целом своих персонажей и так далее он как бы брал своих героев из самых низов жизни и при этом в их повседневную жизнь иногда такую достаточно драматичную достаточно суровую вторгается высшее начало вторгается в данном случае Христос который приходит и призывает Матфея осуществить его долг и подземной подвиг по первоначальному проекту в алтаре этой капеллы должна была находиться скульптура изображающая апостола Матфея с ангелом но и выполнить ее должен был один фламандский скульптор уже поистарелый к тому времени но время шло скульптор не выполнял свой заказ а Караваджо как он это продемонстрировал он справился прекрасно с состоявшей перед ним задачей и ему было поручено написать алтарную композицию он написал первый вариант алтарной композиции который к сожалению погиб его заказчик не принял поскольку этот первый вариант поражал своей такой грубостью фигуры Матфея который напоминал крестьянина лысого крестьянина с ногами которые выставлены прямо на зрителя с такими заскорузлыми руками которыми он с трудом писал Евангелие в раскрытой книге и его вот эта грубая фигура так контрастировала с изяществом и утонченностью ангела который водил его рукой повторяю этот вариант был отвергнут но он был сразу же куплен семьей Джустиняни сразу поступил в их коллекцию поэтому Караваджо в этом случае не испытывал никаких трудностей потому что за его картинами буквально охотились и потом это уже в 19 веке непосредственно из собрания Джустиняни эта картина попала в Берлин Берлинские музеи во время Второй мировой войны она погибла поэтому сегодня этой картины не существует но вместо этой первой отвергнутой версии Караваджо написал вторую версию и эта версия находится в капелле здесь уже решение другое здесь как бы образ уже лишен той такой грубоватой тяжеловесности которую мы видели в первом варианте и наоборот это образ евангелиста который весь находится как бы во власти вдохновения и какого-то высшего пришедшего ему сверху озарения следом за капеллой Кантарелли он получает заказ на две композиции для капеллы Чирази в церкви Санта Мария Дель-Пополо это распятие Петра и обращение Савла в случае с Петром изображена казнь то есть сцена достаточно жестокая когда распинают Петра его распяли так же как и Христа но он не считал для себя возможным быть распятым так же как учитель и поэтому потребовал чтобы его распяли вниз головой перевернули распятие вот этот как раз момент когда переворачивают распятие переворачивают крест палачей он как раз и запечатлен в этой картине что касается второй композиции обращения Савла то там изображен другой момент момент прозрения Савла его духовного обновления его духовного прозрения обращения к новой жизни Савл был гонителем христиан он возглавлял отряд и во главе вот этого отряда он направлялся в город Дамаск для того чтобы учинить очередной расправу над христианами по дороге он услышал голос его сразил луч света он упал с коня и услышал слова Савл Савл за что или по что ты гонишь меня и он ослеп его под руки отвели в Дамаск и через некоторое время несколько дней он прозрел речь идет конечно не о такой физической слепоте а о прозрении к новой жизни о духовном прозрении и Караваджо решает эту композицию совершенно по-новому так как до него никто ее не решал сосредоточил свое внимание только на центральном эпизоде лошадь упавший с коня Савл распростертый на земле и его слуга который стоит рядом с конем для выставки в Москве было сделано такое абсолютное исключение на выставку была прислана одна вот из этих двух замечательных картин из церкви Санта-Мария дель-Пополу а именно обращение Савла и надо сказать она занимала одно из центральных мест и пользовалась огромным успехом поскольку это действительно одно из выдающихся произведений еще одно произведение выдающееся и связанное как бы всегда с нашим представлением о творчестве Караваджо это его знаменитое положение вагроб которое находится в Ватикане положение вагроб также было написано для церкви это полотно монументальное большое решенное именно в соответствии с принципами правилами построения алтарной композиции она была написана для церкви Санта-Мария Инваличелла одна из известных римских церквей которая принадлежит принадлежала и принадлежит ордену оратарианцев основанному святым сам Филиппу Нери этот орден возник в 16 веке и возник во многом в этой ситуации контрреформации то есть попытки католической церкви удержать свои ведущие позиции это был орден который стоял за обновление католической церкви за очищение ее моральное за проповедь бедным и за то что церковь должна идти в народ обращаться к самым низшим слоям общества и Караваджо с его интересом к реальности скажем с его склонностью вот к умению религиозную картину наполнить вот этим искренним человеческим чувством он как никто другой отвечал идеалам и идеям вот ордена аратарианцев поэтому когда мы говорим о природе так называемого реализма Караваджо мы должны помнить о том что это не был просто интерес к изображению жизни такой какой художник ее видел в этом заключался глубокий смысл желание обновления одухотворения жизни и того что истины христианские они проникают во все слои человеческого общества и духовно преображают поэтому каждая его картина это вот такая человеческая драма столкновение как бы вот этой тривиальной иногда низкой достаточно реальности с высокими идеалами духовными идеалами христианства и искусство Караваджо обладало удивительной силой обобщения поэтому мы видим эту композицию где тесно стоят фигуры близких к кресту людей пришедших на вот этот обряд погребения и эта группа напоминает скульптурную по своей выразительности группу высеченную из камня скульптурную группу в эти годы примерно начиная с 1603-го 4-го по 1606-й годы он создает несколько очень крупных очень важных произведений для церквей в том числе положение во гроб в том числе можно привести такую замечательную картину как Мадонна с пилигримами из церкви Санта-Агустино где Мадонна прижимает к себе младенца Христа и двое пожилых пилигримов коленопреклоненные трепетно смотрят на явившийся им образ Бори но в 1606-м годом связаны трагические события в жизни Караваджо во время азартной игры в мяч которая пользовалась тогда очень большой популярностью Караваджо ранит своего соперника Ранучо Томасони и Рана оказывается смертельной Ранучо увозит и вскоре он умирает от этой раны за это Караваджо грозило немедленное обезглавливание несмотря на чрезвычайно высоких покровителей на связи в том числе с папскими кругами Караваджо не спасло бы в этой ситуации ничто поэтому единственное что ему оставалось по совету его друзей он покинул Рим он бежал из Рима он создает там необычное удивительное произведение для одного благотворительного учреждения Пиомонте де ла мизерикордия где дела милосердия представлены разные дела христианского милосердия это такая многофигурная композиция а вверху это как бы перед нами проходят как бы человеческие судьбы разные человеческие ситуации связанные с человеческими страданиями и горестями а вверху вот это вот картину как бы такой человеческой жизни порой трагической осеняет явление богоматери и ангелов потом там получают приглашение ехать на Мальту Мальта это мальтийский орден орден ионитов и по приглашению гроссмейстера ордена ионитов он едет на Мальту и пишет там одно из лучших своих произведений огромное полотно для оратория посвященного Иоанну Крестителю при соборе в Лавалетте он пишет трагическую сцену усекновения главы Иоанна Предтечи Это длинная очень сильно вытянутая в длину композиция которая занимает практически весь торец вот этого помещения оратории Вскоре как это не удивительно ему удается и рассориться с высшими представителями этого ордена и это было настолько серьезно что сегодня ученые полагают что именно это и послужило причины его смерти что это была вендетта поскольку оскорбление нанесенное Караваджо его вначале посадили в тюрьму потом при помощи своих друзей по видему ему удалось из этой тюрьмы из которой в общем нельзя было бежать на на Мальте но при помощи друзей ему удалось это сделать и считалось что Караваджо направился в сторону Рима потому что так сказать по разным как бы сведениям ему должно было прийти прощение потому что прошло с момента этого события прошло 4 года он сел на корабль на Филюгу потом его по ошибке арестовали потом он долго вынужден был идти по этому побережью и на сегодняшний день вот есть такое место на побережье тосканском побережье Италии Порто Эркуле и с этим Порто Эркуле связано как бы считается что именно там закончились дни Караваджо но последнее время в этом сомневаются по видему события были гораздо более драматичные он умер не от того что он заболел опять малярией умер там при больнице а его настигли его враги которые ему очень жестоко отомстили можно сказать что творчество Караваджо таит в себе чрезвычайно много интригующих загадок много тайн они касаются самых разных вещей мы не знаем раннего периода творчества этого художника мы не знаем каких-то событий его жизни и до конца не знаем обстоятельств его смерти мы не знаем многого-многого другого но тем не менее мы знаем прекрасно что со временем безусловно будут найдены какие-то документы которых мы сегодня еще не знаем будут найдены конечно и какие-то произведения новые неизвестные сегодня и все это расширит дополнит безусловно представление о творчестве этого одного из величайших мастеров европейской живописи отечественных до сих пор и в следующем Продолжение следует...